МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Марафон добры не протягивается. Сегодня у театры Лялик отбылась околядная елка с уделом архиепископа Гомельского и Жлобинского Степана. Калядную каску у Палацы творчести детей и молоди подарили детям активисты областной пионерской организации и БРСМ. Лепший батюшка 2018 года служить у Гомельским храме. Одным из переможцев конкурса, проведенного на территории краины СНД, стал протеерей Олег Кострома. Наш земляк и коллега. Сене, 90-го дождя, нараджение письменника и журналиста Ивана Серкова. А зараза б гэты меньшим, больш подробязна. Сегодня у театры Лялик пройшла колядная елка с уделом архиепископа Гомельского и Жлобинского Степана. Гоноровый гость урочисто распорчал ранешник словами веншавания с надыходящим святом Рождества Христова и теплыми пожаданиями. Я надеюсь и верю в то, что вот эта елка, она для маленьких детей запомнится и они будут какое-то время жить вот этой радостью, радостью Рождества Христова, радостью тем, что они увидели Деда Мороза, который принес им поздравления и подарки. Пусть Господь хранит всех в добром здравии на многое благое лето. У фойе театра для маленьких гостей разгорнулося чаронное представление про вандроуництва смайликов. Гульни вокруг елки проводили герои казок и мультфильмов. После святочного представления детей запросили на лялечный спектакль про волка и лесу и здарение в лесе. Калятную казку сегодня подарили детям активисты областной пионерской организации и БРСМ. На Святого Палац творчести детей и молоди приехали больше, как 200 хлопчиков и девочинок с детячих домов и школ-интернатов. Дети-инвалиды и все те, кто имеет додатковую потребу во увазе, добрыни и клопоте. Обсуде, який подрихтовали для детей организаторы, наш наступный сюжет. А пошние хвилины перед початком мероприемства. У ФАЕ Палаца творчести детей и молоди святочная атмосфера. Дети робят один-одному аквагрим, тут же гуляют привабные казочные персонажи. А эта фотозона для тех, кто ждет римать на память с дыма к креативным новогодним антуражам. Одним словом, казка состракала кожного. Очень приятно сегодня отметить, что, наверное, мы дошли до каждого ребенка, который нуждался в нашей помощи и внимании. И сегодня очередным таким праздником завершающим мы подводим итоги и доказываем, наверное, то, что чудеса можно творить, и в том числе, начиная с такого юного школьного возраста в союзе молодежи, работающей молодежи и так далее. На початку мероприемства организаторы подвели выники доброчинного марафона. На сцену запросили лепших пионеров, тимуровцев и волонтеров руху «Доброе сердце». Ему ручили подзяки за активную доброчинную працу. Свой подарок отримали и переможцы интернет-конкурсу «Налепшую пионерскую елку». А администрации Улуковской допоможной школы-интерната подарили сертификат на сумму 2000 рублей для умоцования материально-технической базы. После урочистой части распочалось представление новогодней подарунки с космоса. Каска, яка отправила всех увеселая и захопляющая подорожжа. Наша акция шла по всей Гомельской области. Дети собирали какие-либо пожертвования для помощи детям, так сказать, с некими дефектами. Мы скажем так, значит, акция действительно прошла на высоком уровне. Собралось огромное количество помощи. Взрослые, они принимали участие в этой акции. Они покупали игрушки, всякие предметы личной гигиены и ложили в тележку, которая потом шла в детские дома. В принципе, взрослым очень понравилось и много кто принимал участие в ней. Новогодние колядные святы протягиваются. И еще несколько дней у разных кутков Гомельской в области будет лазиться безлищ мероприемства, у которых поудельничать тысячи хлопчиков и девочинок. Марина Джала, Евгений Кухарунок, Сергей Лукашук, Телерадоя, компания «Гомель». Одним из двух переможцев конкурса «Батюшка года-2018», проведенного на территории края СНД, стал настоятель Гомельского спаса Преображенского храма протеерей Олег Кострома. Священнослужитель означаливая информационный отдел Гомельской епархии. А кроме того, и он створил театральную трупу, где приходжане ладить доброчинные спектакли. У приватности широкий резонанс отримал мюзикл «Не забыть про рожство». Его представляли на сцене университета у города бесплатно, але однодчасово с показом проводилась акция по сбору сродков хворым детям. Наш корреспондент Марина Джалая сустрелася за отцом Олегом, испытала, с якими почутцями он доведался об своей промозе, и, дякуючи чему, она стала махчимой. «Шлях до Бога» почався для Олега Костромы в раннем детинстве. В церкву ходил разом с бабулей. Кажет, что в годах в восемь он уже проявлял доверие неподробную цикавость. Ему подобалось приходить на богослужение в храм, надзирать за этим священнодейством, отшивать саму атмосферу, яка опановала на вокал. В девять лет приходил в Божий дом не только на службы, а ей допомагать. Ему доручали розну, нескладанную для такого взрослого працу. И все он робил задовольнением и великим гонором. И вот зараз отец Олег сам навучает таких же, як сам был неколи. Тых, хто им кнется жить, с Богом у сердцем. Вы стали одним из тех, кто признан батюшкой года 2018. Как вы думаете, благодаря чему вы были удостойны такого высокого звания? Не собирался участвовать. Я знал, что есть такой конкурс, хорошо все. Но прихожане, которые участвуют в наших мероприятиях, ну, наверное, изъявили свои желания, были неравнодушны к этому. И обо мне написали статью и отправили. Я, ну, шел в конкурс, я даже не наблюдал, честно скажу. И вечером, ну, уже, наверное, часов девять вечера, я сидел дома, так как по работе мне нужно было проверить почту, проверить социальные сети, фейсбук, и я открываю страницу, а у меня на странице написано, что два священника стали батюшкой года 2018. И вижу свою фамилию. Я думаю, ну, сейчас передать те чувства невозможно, потому что для меня это был, с одной стороны, шок немножечко, с другой стороны, благодарность всем тем людям, которые заметили. Потому что, ну, есть масса священников, приходов, которые делают столько же, делают такие же прекрасные мероприятия. Вот. И благодарен, наверное, прихожанам, потому что их инициатива выступить вот с таким, скажем, предложением, да, на конкурс, ну, вот как-то для меня это все, да, и сейчас, ну, странно немножко, волнительно, можно так сказать, и это немножко подстегивает к большим делам. Потому что если тебя так высоко оценили, и ты понимаешь, что ты недостоин этого, то, ну, наверное, надо как-то оправдывать надежды. И сегодня, наверное, я благодарен, что у нас есть Владыка Стефан, его энергия, энтузиазм нас заряжает просто теми добрыми делами, глядя на которые, вот хочется творить, делать, совершать. Он поддерживает, он открыто нас принимает, подсказывает и наставляет. И просто вот хочется в этой команде работать и что-то делать интересное, новое. И такое, знаете, немножко необычное. Люблю что-то интересное, новое привносить вот в церковь, показывать людям. Как, например, мюзикл, автор которого Татьяна Камягина, она с удовольствием с нами поделилась, и мы его поставили. Это достаточно интерактивный был мюзикл. Первый год в Гомеле более 4 тысяч человек посмотрело. Для меня было удивительно. Я думал, ну вот, сейчас будет показ мюзикла, откроется дверь, придет человек 10, 15, 20. Но когда я вышел в зал и понял, что у нас зал заполнен, 600 мест, и 400 человек еще стоит за дверями, не вошли, я понял, что мы будем его еще и еще показывать, потому что люди ушли, не попавшие в зал, уже по технике безопасности. Это для меня был, это, я считаю, самый главный подарок, когда люди хотят увидеть. То есть это востребовано. Сегодня это востребовано. И многие ребята через этот мюзикл пришли, и сегодня они в храме, они трудятся. Именно через мюзикл они открыли дверь в храм. А кроме того, про Тайрей Олег вядомые многими иншими справами. Йон – инициатор розных велопробегов. Утымлику – волонтерских. А створенную при храме неодельную школу наведывают коля 120 детей. Батюшка з'является активным корыстальником социальных сеток, где рассказывает об текавых и важных справах, которые делает гомельская епархия. А акции, мероприемства, святы, что ладятся у храма города – безлич. Дарыши заразу всех запрашают на колядную казку мюзикла «12 месяцев». Спектакль пройдет с 7-го студента, а 17-й године на территории храма «Проображение Господнего». Марина Джала, Яугин Макенко, телерадо и компания «Гомель». У субботу 5-го студеня пройдут черговые промы и телефонные линии с представниками улады. У гомельскими облуканками на звонки откажа перший намесник старшини Геннадь Соловей. Номер телефона – 33-12-37. У Гарвы-Канками на совесть выйдет намесник старшини Сергей Андреев. Номер – 75-63-33. Час работы промых линий – с 9 до 12-й годин. С того дня с дня утворения отзначила Речицкая милиция. Золотых юбиляров повиншовали начальник УУЗ Гомельского облуканкам Александр Васильев, представники выканавчей улады, силовых структур, организаций и предприемств у района. С того года тому на вызволенной бойцами Червоной армии от немецких войск у Речицкой земли было сформировано повятовое отделение рабочей селянской милиции. Третьего студеня 1919 года – дата народжения мясцового подразделения правопорадку. Вековый юбилей Речицкая милиция сустрела с достойными выниками оперативно-службовой деятельности, бояздольной и готовой на належном узроуне забеспечивать правопорадок и стоять на обороне законных интересов граждан. Хочу от себя лично, от лица руководства поздравить личный состав ветеранов с этим замечательным, прекрасным праздником, пожелать всем творческих успехов, крепкого здоровья, ну и поздравить с новогодними праздниками. Под час урочистого вечера левшие супрацовники Речицкого Рауса отримали нагрудные знаки, медали и подяки. Отец Виктор, настоятель храма Просвятой Богородицы, уручив начальнику районного отдела Харугву с выявой святого воина-покутника Андреа Стратилата. Урочистости завершились и святочным концертом с уделом творчих коллективов района. Следшие звертаются до гамельчан с просьбой об допомозе. Зараз супрацовники Следшого комитета працуют над справой об гвалте над Жанчиной. Инцидент отбылся у Гомеле 28-го жнивня у районе Речицкого проспекта. Особо обвиноваченого установлено. Им оказался 35-годовый, ранее судимый Жихар Гомеле, и он затрыманный. Следшие меркуют, что мужчина может быть датычный до инших злочинствов. Коли вы володаете какой-нибудь информацией, поведомляете ЕЕ по номеру телефона, який зараз бачите на экране. С 5-го по 7-е студене на территории краины чекается пагаршение у Маунадворья. Снег на дорогах гололедится, морозы до минус 13-ти. Супрацовники держа автоинспекции просят у всех удельников дорожного руху быть, як мага, больше важливыми на дорозе. При перепадах температурного режима, які супроводжаются опадками, пытань небезпеки дорожного руху постоя саблива востра. Резкая змена у Маунадворья оказывает уплыв не тольки на стан проездной частки, але и на самочування удельников дорожного руху. Водителям необходно выбирать наибольшь безпечный худкосный режим. Варто повеличить дистанцию и заховывать боковый интервал, не допускать резкого торможения. Рекомендуется пересовываться с уключенным близким светлом фар, быть особливо уважливыми при проезде пешеходных переходов. Пешеходам життёво важно проявлять повышенную осторожность. Переходить дорогу только в установленных местах, быть уважливыми у дворах, обовязково обозначать себе светлоотбивальными элементами. Мы санькам у тылеворога, мы санькам артиллеристы и мы хлопцы живучая. Гэта книги присвеченная прыгодам двух беларуских падлетков подчас немецко-фашистской оккупации Беларуси. Сегодня их аутару, нашему земляку Ивану Сяркову, вспомнилась об 90-х годов. Даречи, Амаль, 30-х годов, журналисты, письменник, кадаў працы на Гомельскім Талебачэнні. Нарадзівся Иван Сярков у вёсцы Пакалюбічы Гомельскага района. У 1947-м, пасля заканчэння семігодкі, будучы письменник, паступіў у Мінская падрыхтовчая артиллерийская в училища, служыў у арміи. Потым працаваў у газеці «Маяк». У 1960-м годзе Иван Сярков прайшоў на Гомельскую абласную студыў Талебачэння. Худка став галоным редактэрам. Літературную дзейныць пачынаў, як паэт-гумарыст, супрацойнічаў з беларускім часопісам «Вожык». У 1974-м годзе написаў сценары талевізійного мастацкага фільма «Мэй хлопцы живучыя». Памёр Иван Сярков ў 1997-м. Яму было 69-гадоў. Гэты, а так сама іншыя навіны, вы можыця знаўсці на нашым саўті ў інтернэте па адрасе www.thvergomil.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуў за увагу. І да новых сустрэчоў эфіры. Эфір телеканала «Беларусь4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Когда очень хочется домой. Необычный случай произошёл накануне в пункте пропуска «Веселовка». При оформлении выезда из нашей страны автомобиля ВАЗ с российскими номерами внимание гумельских пограничников привлекла большая сумка в багажнике. Всё дело в том, что поклажа подавала признаки жизни. В ней оказалась 22-летняя гражданка Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу. Выходцы из Центральной Азии задержаны, начат административный процесс. И о дорожной обстановке в регионе. Только за одни сутки госавтоинспекция зарегистрировала порядка трёх десятков аварий. Повреждена не только техника, к сожалению, есть пострадавшая. Так накануне рано утром в Гомеле под колёсами автомобиля оказалась женщина-пешеход. В результате наезда она получила телесное повреждение и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Водитель автомобиля Ниссан Кашкай, двигаясь по улице Быховская города Гомеля в районе дома номер 107, совершил наезд на 40-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу обозначенными знаками дорожной разметки. Успели вовремя. На пожаре в Гомеле сотрудники МЧС спасли мужчину. Возгорание произошло накануне в одной из квартир жилого дома по улице Барыкина. К моменту прибытия спасателей из окна двухкомнатной квартиры на пятом этаже уже шёл густой дым. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили дым, выходящий из квартиры на пятом этаже пятиэтажного панельного жилого дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в коридоре был обнаружен хозяин квартиры 1987 года рождения, который не пострадал. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнём при курении. Откровенное селфи за 5000 российских рублей. Поклонник шантажировал жительницу Жлобина публикацией её интимных фотографий. Воздыхатель угрожал разослать их всем её друзьям. В одной из социальных сетей девушка обратилась в милицию. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Суд Мозырьского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении разбоя. Жертвами преступника, ранее судимого за грабёж, стали две женщины. Выбрав безлюдное место, злоумышленник подбегал сзади, затем с угрозами и применением насилия отбирал ювелирное украшение и деньги. После первого нападения мужчине удалось скрыться. Но во второй раз его практически за руку задержали сотрудники вне ведомственной охраны. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская мини-футбольная команда БЧ сыграет с лидером украинской экстралиги. Товарищеский поединок между железнодорожниками и хитом пройдет завтра на паркете спорткомплекса «Локомотив». Киевская дружина после 11 сыгранных туров возглавляет таблицу элитного дивизиона чемпионата Украины. БЧ, напомню, в белорусской вышке по итогам первого круга замыкает квартет сильнейших. Также напомню, что команде Дмитрия Камека 9 января предстоит поединок 1-8 финала Кубка Белоруссии. Соперник Щучин. Матч состоится в спорткомплексе «Локомотив». Начало в 18.00. Параллельно в Борисове путевку в четвертьфинал будут оспаривать местный Борисов-900 и Гомельский ВРЗ. А вот Речицкий и Сириус свой поединок против Лид-Сельмаша проведет 6 января. Начало матча в Лиде в 14.00. Сразу 8 игроков покинули футбольный клуб «Гомель». Причина истечения срока действия контрактов. Выступления за клуб прекратили защитники Аксель Канан и Гидон Ба, полузащитники Сергей Шиповал, Александр Батищев и Максим Андреев, а также нападающие Александр Янченко, Лосина Дао и Вильфрид Зам. В «Гомеле» стартовал полуфинальный этап открытого турнира по баскетболу «Кубок Феникса» среди девушек 2004 года рождения. Хозяйкам, баскетболисткам Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта противостоят сверстницы из России и Латвии. 66 команд, 22 тура, 4 возрастные категории. «Кубок Феникса» на протяжении последних лет набрал большую популярность. За награды турнира сражаются юные баскетболистки из России, Латвии и Эстонии. В нынешнем сезоне география расширилась. Организатор турнира Сергей Малов сейчас живет в Санкт-Петербурге, однако родом он из Гомеля. «Кубок Феникса» пришел в Беларусь именно через наш областной центр. В планах расширить число участников соревнований, в том числе и за счет других белорусских регионов. В этом году мы шагнули в Беларусь и очень рады. Видим радушный прием Гомеля и планируем развивать наши турниры в Речице, в Гомеле снова и увеличивать количество белорусских команд. Почему? Потому что Беларусь всегда для нас является интересными командами и для наших игроков посмотреть ваш интересный белорусский баскетбол со своей особенностью. Ну и разумеется, чтобы девочки, мальчишки в будущем, как мы планируем, подружились между собой, потому что товарищеские турниры всегда предполагают атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности и атмосферу нормальной спортивной конкуренции. Противостоят гомельчанкам на домашнем этапе сверстницы из российских городов Москва, Мытища, Шексна, Иваново, Курска и столицы Латвии и Риги. При этом наши спортсменки на год младше своих соперниц. В дебютном поединке воспитанницы Анатолия Рогозенко встречались с баскетболистками из Шексны. Поединок получился весьма напряженным. Лидер по ходу матча менялся несколько раз, однако в концовке. Россиянки сыграли более эффективно и довели матч до победы. 40-37. Ну, я младше возраста, я получаю большой опыт, чтобы потом по своему возрасту играть нормально. Ну как, соперницы сильные в России? Да. Чем они сильнее у вас? Ну, они старше, мощнее, быстрее. Восемь команд-участниц гомельского полуфинала разделили на две группы. После предварительного этапа состоятся стыковые поединки. Затем в финалы. Итоговые места команды разыграют 6 января на арене Дворца игровых видов спорта. Начало в 9.00. Финальный этап Кубка Феникса в этой возрастной категории пройдет весной в латвийской Юрмале. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова